Здравствуйте, меня зовут Тельцов Артем. Я сегодня, во-первых, хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы остались практически до конца конференции. Под конец будет интересно и сладко. Я хотел бы проговорить про лайки, как один из способов доказательств клиенту, что работа SMM-агентства или SMM-специалистов в отдельности, она обоснована и эффективна. Очень много людей, специалистов SMM, уже успели написать статьи про лайки, про расшаривание, про комментарии, про охват. Было тысяча, как вот сказала Анна, докладов на эту тему. Но почему-то у меня сложилось такое впечатление, что специалисты по SMM считают лайк, как некую галочку в отчете, и не могут никак градировать лайки, а они на самом деле разные. Я сейчас проведу несколько тестов, попробую сделать немножко интерактивное наше общение, в стиле дискуссии, поэтому я надеюсь на обратную связь. Первая картинка, дорогая машина Феррари, давайте представим, что у нас есть та же, например, группа ВКонтакте или Фейсбук, которая призвана аккумулировать потенциальных потребителей в интернет-магазины, которые продают детские коляски. Там есть как мужчины, так и женщины, совершенно разные соцдем. Они разными путями пришли в эту группу, и вдруг в этой группе на стене появляется вот эта вот картинка. Как вы считаете, будут ли лайки? Отвечу за вас, уже слайд ответил, априори лайки будут. В сети очень любят разные красивые картинки девочек, котиков. Я уже вижу непонятные взгляды, которые говорят, что эта картинка делает в группе продающей коляски. Хорошо, у меня есть другой тест. Тест номер два. Предварительно скажу, что несколько секунд ваш пост будет жить перед глазами пользователей интернет. Наверное, все вы владельцы так или иначе социальных сетей, и понятно, когда вы заходите на некоторое время в свой профиль и быстро-быстро листаете тену, что там напостили ваши друзья, группы, в которых вы так или иначе участвуете, на каждой из этих постов у вас есть примерно одна-две секунды. Можно следующий слайд после этого включить буквально на две секунды. Спасибо. Что вы увидели? Да, как я и обещал, собственно. Некая девочка. Но этот пост был опубликован, допустим, в группе, которая продает... Можно назад? Которая продает купальники. Кто-нибудь заметил, какой это был бренд? Херли, кто-то заметил, да? В основном замечают женщину. Но, опять же, вот эта вот женщина, как эта машина, она наберет очень много, большое количество лайков, и в отчете клиенту график получения вот этих лайков он устремится вверх. А насколько эти лайки все эффективны? Можно они? Вот из этих двух примеров следует вывод, что сам лайк там по себе, он в итоговом отчете примерен. Он не показывает клиенту действительно заинтересованность его аудитории в бренде, не показывает клиенту количество реальных контактов с его брендом, с его целевой аудиторией. Давайте посмотрим дальше. Примерно вот так вот выглядит стандартный отчет. Ну, или даже раньше выглядело, надеюсь, что после этого семинара они изменятся. Что клиент может увидеть вот из этого отчета? Да, в апреле у нас была какая-то там рекламная кампания, мы получили чуть больше двух тысяч лайков. Здорово. А в мае агентство, не знаю, мы меняли агентство, допустим, меняли подрядчика, не то, что эта группа не работала, и, естественно, количество лайков упало. Поменяли в итоге агентство, выбрали очень крутое, они нам замутили конкурс, и вот за два месяца мы не только перегнали предыдущую планку, так еще и спалили ее. Можно дальше? Вот среди тех отлайков, которые я сейчас вам показал, они тоже совершенно были разные. Кто-то лайкнул, конечно, тетку, а кому-то действительно понравился бренд. Мне представляется, что любая коммерческая группа, да и на самом деле любая группа по интересам, она состоит из трех блоков аудитории. Непосредственно ядро целевой аудитории, то есть те, которые являются клиентами компаний, которые занимаются продвижением группы. Либо собираются ей стать сочувствующие, может быть, как раз те самые, которые любят голых женщин, а не бейсгалтера. И третья группа, она обычно самая большая, это малоактивная массовка. Возможно, когда-то давно, год назад, они пришли в эту группу, потому что там устраивался конкурс, и они за лайк попытались выиграть айпад. Ничего у них не получилось, бренд совершенно не дает ли в аудитории. Ну, то есть малоактивная массовка. Я специально сюда не поставил четвертым блоком про ботов, потому что пора просто про это уже забыть. Ботов больше нет. Можно следить. Поскольку ботов больше нет, и среднефактическая группа, она может насчитывать 10 тысяч человек, ну и так вот максимум, то у агентства, в принципе, есть силы на то, чтобы все эти три блока разделить по профилям, создать опрос. И в итоге получится что-то вроде такого пирога, где для клиента будет явно, что 40% это кинродцовая аудитория клиента. Все остальное мы с ними будем работать, но как-то проще. И в итоге мы выходим на такую таблицу, если вы помните предыдущий график с одной линией, то здесь будет три. Давайте посмотрим, что, допустим, в течение недели на этой группе публиковался пост о котике. Количество лайков большое, пост с этой юбовой теткой, копипаст какой-нибудь из сети, и самое интересное, маркетинговый пост. Он тоже может быть упакован в креативную оболочку, но, тем не менее, по опыту, то, что связано с маркетингом, у нас там 5% скидка завтра или что-то еще, набирает гораздо меньшее количество лайков. Именно вот этот вот пост, он и будет являться ключевым для оценки эффективности рекламных компаний в социальных сетях. Именно эти лайки, на эти лайки и стоит обращать внимание. Напоследок хочу показать вам несколько вопросов, которые будут интересны задать и себе, или агентству, если она ведет вашу компанию. Первый. Как и откуда лайкнувший участник узнал о вас? Если это сабитированная реклама, это хорошо. Он прочитал уже рекламу социальной сети, пришел, лайкнул, остался с вами. Он заинтересован в вашей группе, он будет получать вашу информацию. Пропадает ли он в свои бренды? Надеюсь, всем понятно, что если вы продаете детские коляски, а среди вас, среди ваших подписчиков, 60-летняя аудитория, ну, не сомневаюсь. Ну, и третий вопрос мне является, ли он ботом проверить очень легко, страница будет или заморожена, или за несколько месяцев не обновлят. Спасибо, я готов к выгоду на ваши вопросы. Вот, я не знаю, сегодня будет ли не будет доклад, но очень хотелось бы узнать о профите, как деньги в своем агентстве зарабатывают. Ну, я не для и своем агентстве, а не для клиентов, не с вами клиентов. Вот как это прописано? В поле с теми, а я? Пока нет. Вопрос монетизации СММ-отдела на самом деле требует отдельной конференции, он никак не уложится в ближайшие три минуты. Попробую крупными и жирными масками сделать, и на самом деле ни от какого другого бизнеса, ни услуг, ни товаров не отличается. У нас должен быть продукт, у нас должен быть регламент его производства, и у нас должна быть хорошая база на получение новых клиентов. Фактически, естественно, никакие там секреты я открывать не буду, но, тем не менее, постановка СММ-бизнеса ничем не отличается от постановки любого другого. Я сейчас отвечал про непосредственно постановку бизнеса, чтобы зарабатывать как СММ-обиль. Да, естественно. Нет, вы платите не по факту, вы платите за работу. Первый месяц будут прогнозы, остальные месяцы, возможно, гарантия. Такой тоже вопрос. Вы готовы, скажем, постоплата и за целевые лайки работать? Постоплата и за целевые лайки. И какая цена будет лайка целевого? Не готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Е.Горелова Корректор А.Егорова Продолжение следует...